привет youtube привет сегодня речь пойдет о том как сделать маленькие тонкие ковырялки вот как бы не такая большая не такая толстая ковырял очка ну это я в шутку называю ковырял очка вот возьмем капот да вот вот здесь зазор помещается буквально чуть ли не сантиметровая а здесь зазор настолько маленький что вот 2 миллиметра она вот сюда еще заходит куда-то да где больше а здесь она даже не хочет заходить вот вот что делать когда хорошие большие зазоры проблем нету но когда вот такие зазоры маленькие приходится что-то придумывать вот я и начал придумывать сделал такую вот свое время но она тоже как бы не тонкая окончание на конус ну и вот вчера сочинял сочинял 4 миллиметра она в диаметре этот пруток и вот его танчил танчила где-то окончание инструмента вот такое острое получилось там где-то 125 дальше полторашка вот здесь до полутора доходит вот и смотрим уже уже допустим вот сюда вот его как-то можно тут с трудом засунуть да ну это слабовато вот здесь сейчас этот капот я доделываю дочищеваю тут много еще таких нюансов бы неприятных зажимов тут и прочих вещей вот таких видно вот и как раз надо расчищать почему потому что капот был сильно довольно таки побит и металл везде почему-то идет складочками ну может металл такой может я такой неумеха если сейчас мне позволит видео снять сейчас попытаюсь ну к сожалению ласта это видит в отражении что металл идет в маленькую такую складочку в том месте где была вмятина к сожалению не могу я этого снять вот не хватает возможности объектива или камеры но принцип я покажу сейчас вот такая вот картиночка есть у нас это я не помню где-то по моно алиэкспресс тут изображен процесс короче говоря вот она у нас вмятина где было так сказать и вот такие вот складки идут расходятся вот по-другому никак довольно таки правильно все изображено вот и такие складки по всему капоту по всей вот этой как бы не хочет он снимать так то видно да и мне их надо поразгибать понятно что так в принципе более менее ничего вот допустим вот она у нас там какая-то заморочка да и сюда надо подлезть там паук чтобы вот эти вещи подправить поэтому я вот такую вот штуку себе и сделал это ее надо еще более тонкую сделать ну тут и вопрос и тут же ответ у кого что есть такое кто что тут изобретал ну как бы вопрос моим зрителям моим постоянным так сказать друзьям товарищам по несчастью вот что и так вы пользуетесь когда вот такой доступ подусилитель тоненький калится не калится и прочее ну вот я думаю что можно конечно еще чуть-чуть пройти что более тонкий был ну есть опасения что просто напросто инструмент будет настолько слабым что вот такие маленькие поправочки он будет просто напросто вот в этом месте там или в каком-то другом перегибаться и все вот ну прав я не прав как бы покажет практика ну и вопрос к уже людям кто этим занимался скажите свое мнение или подскажите в общем кто-то с этим уже занимался вот есть желание поделитесь